Египтянин Фатхи Ахил просит власти Южной Кореи предоставить ему политическое убежище. Мужчины проводят дни и ночи перед зданием Министерства внутренних дел в Сеуле, ожидая ответа на свой запрос. Десять дней назад Фатхи начал голодовку, поддерживая свой организм только водой. Южнокорейские власти пять раз вызывали скорую, но он отказывался от помощи врачей. «Я не уйду и не прекращу голодовку, пока они не одобрят мою просьбу о политическом убежище, или пока я не умру». Бывший техник-печатник Фатхи прибыл в Сеул в мае 2014 года, после того, как был арестован во время акции протеста возле штаб-квартиры Республиканской гвардии в Хаире, когда демонстранты вышли на улицы в знак протеста против захвата власти армией. Напомним, в 2013 году в Египте произошел военный переворот, в результате которого генерал Ассиси сверхзаконно избранного президента Мухаммада Мурси. Заточенный в тюрьму, он, по сути, был убит режимом Ассиси. В стране арестовано большое количество мусульман, поддерживающих законно избранную власть. Известно лишь немного о погубленных судьбах наиболее известных арестантов. За жестокость по отношению к арестованным и жесткую форму правления Ассиси называют фараоном. Фатхи Акил – один из тех, кто понимает, что ожидает его после возвращения в Египет, поэтому он отчаянно добивается политического убежища в Южной Корее. «Мне очень понравилась страна и люди, поэтому я вернулся. Я думал, что найду здесь права человека и справедливость». Корея является одной из развитых стран, в которой труднее всего подать заявление о предоставлении убежища. В период с 2010 по 2020 год было принято всего 1,3% заявлений о предоставлении убежища. Ума-класс – это онлайн-школа для детей любого возраста. Вся школьная программа, официальное зачисление в любое время года, удобная IT-платформа, получение базовых шариатских знаний, углубленное изучение арабского и английского языков. Получите бесплатную консультацию на сайте умокласс.ру. Ссылка в описании.